Мастер Мне нужно срочно уладить одно очень важное дело И немного подумав, добавил Но если ты согласишься помочь мне в моем деле Я с удовольствием помогу тебе в твоем С удовольствием, мастер, пробормотал тот с горечью, отметив Что его в очередной раз отодвигают на второй план Хорошо, сказал мастер И снял со своего левого мизинца небольшое кольцо с красивым камнем Возьми коня и скачи на рыночную площадь Мне нужно срочно продать это кольцо, чтобы отдать долг Только постарайся взять за него побольше И ни в коем случае не соглашайся на цену ниже золотой монеты Скачи же и возвращайся как можно скорее Приехав на рыночную площадь, он стал предлагать кольцо торговцам И те поначалу с интересом разглядывали его товар Но стоило ему слышать о золотой монете, как они тут же теряли кольцу всякий интерес Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто отворачивались И лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, что золотая монета – это слишком высокая цена за такое кольцо И что за него могут дать, ну разве что, медную монету Ну в крайнем случае серебряную Услышав слова торговца, молодой человек очень расстроился Ведь он помнил наказ мастера – ни в коем случае не отпускать цену ниже золотой монеты Обойдя весь рынок и предложив кольцо доброй сотни людей, юноша вновь оседлал коня И вернулся обратно Сильно удрученный неудачей он вошел к мастеру Мастер, я не смог выполнить твоего поручения, с грустью сказал он В лучшем случае я мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет Но ведь ты не велел соглашаться меньше, чем на золотую А столько это кольцо не стоит Ты только что произнес очень важные слова, сынок, отозвался мастер Прежде чем пытаться продать кольцо, неплохо было бы установить его истинную ценность Ну а кто может сделать это лучше, чем ювелир? Скачи-ка к ювелиру, да спроси у него, сколько он предложит нам за это кольцо Только чтобы он тебе не ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу Потом взвесил его на маленьких весах и наконец обратился к юноше Передай мастеру, что сейчас я не могу дать за это кольцо больше 58 золотых монет Но если он даст мне время, я куплю кольцо за 70, учитывая срочность сделки 70 монет? Юноша радостно засмеялся и поблагодарил ювелира и во весь опор помчался назад Садись сюда, сказал мастер, выслушав оживленный рассказ молодого человека И знай, сынок, что ты есть – это самое кольцо Драгоценное и неповторимое И оценить тебя может только истинный эксперт Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый встречный?